Человеку, который, так скажем, тренируется на своих витаминах, у него тренировочный процесс немного отличается от того, кто немного, так скажем, злоупотребляет творожком. Короче, вы можете потом сами это как-то объяснить зрителям, да? Субтитры создавал DimaTorzok Ильдар, по поводу предстоящего DCC, напомни, какого числа он будет? 23 июня. 23 июня. Такой вопрос. Кто из твоих оппонентов потенциальных для тебя вызывает наибольший спортивный интерес? Вот с кем бы хотелось зарубиться вот именно? Не секрет, что для меня больше интерес вызывает только один человек в этой сетке, это Мухаммад Аблокадыров. Несмотря на то, что мы уже боролись с ним, знаете, эта схватка могла состояться и в другом промоушене. Ну и так случилось, что организация DCC сделала этот гран-плей и мы оба оказались в нем. Скорее всего, мы будем по разные стороны сеток. И если все пойдет хорошо, то мы встретимся в финале. И я как бы тоже этого жду. Несмотря на то, что я победил, мне интересно еще раз схлестнуться в схватке с Мухаммадом. Потому что первая схватка, хоть я и выиграл, я считаю, я допустил некоторые ошибки, которые мне хотелось бы исправить. Напомню, где состоялась ваша первая встреча с Мухаммадом? Первая наша встреча составилась на Fighting Sport Arts. Это было в Москве в мае месяце, если мне не изменяет память. Мы боролись на таком шатре. И это, возможно, был один из самых громких турниров по новогей грэпплингу в России, я считаю. Потому что очень хорошо было разрекламировано. Мы сняли промо. То есть к нам махачкалу проявлял оператор и снял, так скажем, нашу подготовку. Ну, у меня-то подготовку не снял. Он снял мой выходной день. И все подумали, что я то и делал, что пью кофе и гуляю по улице. Ну, а в целом, если говорить о твоей подготовке, ты как-то намерен особенно готовиться к этому турниру предстоящему? Ну, я стараюсь тренироваться так, чтобы не разделять свой тренировочный процесс на подготовительные и межсезонные. То есть я стараюсь всегда тренироваться одинаково хорошо, стабильно, без каких-либо скачков. Потому что человеку, который, так скажем, тренируется на своих витаминах, у него тренировочный процесс немного отличается от того, кто немного, так скажем, злоупотребляет творожком. Ну, короче, вы можете потом сами это как-то объяснить зрителям, да? Поэтому я стараюсь тренироваться так, без каких-либо скачков, чтобы мой организм привык к одному типу нагрузки. Поэтому я сегодня тренируюсь утром и вечером. Пять раз в неделю, а в субботу я иду на день борьбы. И все. Хорошо. Ну, а если говорить о всех остальных участниках турнира сетки этого гран-при DCC, знаешь ли ты всех этих соперников и что можешь о них сказать? Вот такой взгляд специалиста. Перечислю по пальцам. Первый, кто мне знаком из этого списка, это Рамазан Шершабеков. Вы тоже его, скорее всего, знаете по прозвищу Ухагрепера. Мы как-то с ним боролись. Не буду говорить результат. Дальше. Дауд Магомедов по прозвищу Лэгглокер. Мы тоже с ним как-то боролись. И вообще мы тренируемся иногда вместе. Все они крепкие ребята. По умолчанию не буду говорить, кто лучше, кто хуже. Также в сетке присутствует Азамбек Шамшеев. Мы также боролись с ним на одном из турниров Fighting Sport Arts. Он вышел на замену Мухаммада Аблукадырова тогда. Также есть в сетке сам Мухаммад Аблукадыров. Насчет бразильца, который там присутствует, до Сантос, кажется, я с ним, честно сказать, не знаком. Может, вы его знаете. Еще есть парень из Азербайджана. Ахмед Зада. Кажется, Ахмед Зада. И с ним я тоже не знаком. Кажется, видел пару раз. И, в принципе, все. А вот ребята, Казахстан. А, еще есть парень, извините, Алиби. Его я знаю заочно. Как-то на турнирах Аига мы так пересекались и боролись. Знаю о нем, что он, кажется, тренировался у Данахера какое-то время. И, кажется, у него я аттестовывался. Про его борьбу ничего не могу сказать, потому что видел только одну схватку с Мухаммадом Джарбаевом на Аига. Где Мухаммад одержал победу. Хорошо, такой вопрос. А ты, когда настраиваешься на какой-то турнир, смотришь ли в архивах где-то поединки своих конкурентов, изучаешь ли их борьбу? Знаете, я смотрю схватки всегда и стараюсь смотреть схватки тех ребят, с кем мне возможно в будущем предстоит побороться. Такого прям, чтобы я сидел с тетрадкой и выписывал для себя какие-то их скиллы, такого нет. Просто мне интересно посмотреть, в общем, как они реагируют на те или иные технические действия, и вообще, какие у них бывают настроения во время схваток, как они себя ведут под давлением. Такие абстрактные. Не так, чтобы я прям изучал их, такого нет. Ну, в этом, я думаю, нет необходимости, потому что схватки, разная схватка по-разному вырисовывается. И поэтому я не стараюсь загонять себя в шаблоны, я больше концентрируюсь на себе. Если расширить границы и говорить не только о спортсменах России или ближнего зарубежья, вот твоя мечта, с кем бы ты зарубился? Вот с кем бы хотелось зарубиться реально? Из каких-то, может быть, мировых топов? Знаете, после, у меня был опыт борьбы с таким топовым грэпплером, Крэйгом Джонсом. И после этой схватки я вынес для себя некоторые, так скажем, важные моменты. То, что, как бы, нельзя себя настраивать на какого-то одного человека. Это, как бы, путь, ты должен каждый день заниматься, приходить в зал, делать сегодня лучше, чем вчера. И когда я дойду до этой вершины, к чему я стремлюсь, там, возможно, будут другие люди. И нет нужды на каком-то концентрироваться. Конечно, сейчас есть там, их имена знают все, там, в моем весе, там, 88 килограмм. Там, Джан-Карло Бадони, Матео Уждиниш и другие ребята. Но я говорю насчет веса 88 килограмм. И, конечно, с ними тоже хотелось попроситься, но не знаю, что будет, когда я там окажусь. КОНЕЦ КОНЕЦ